Сегодня вы узнаете, как не попасться на фейковое видео с котиком, как чудеса фотошопа делают из нас идиотов, и почему российские СМИ верят на слово фейку бисексуалу. А перед началом ролика советую подписаться на канал о психиатрии и всё, что с ней связано. На нём грамотно рассматриваются заболевания, методы лечения и происшествия в мире, связанные с психиатрией. Переходите по ссылке в описании, и может быть вы найдёте что-нибудь для себя. Привет! Привет! Нас с вами обманывают в интернете. Конечно, многие из вас об этом знают, но как часто? Очень часто. С тех пор, как выросла скорость распространения информации, то же самое стало и с дезинформацией. Её тоже стало больше. Намного больше. Вирусный контент, который мы с вами так привыкли репостить, содержит немалую долю лжи. И зачастую именно это делает его таким популярным. Пользователи, сами не замечая, как их подцепили на крючок, передают дезинформацию дальше. Давайте начнём с самого интересного. Видео. Известно, что все любят котиков, и что именно котики – главные звёзды Ютуба. По крайней мере, так было. Ставьте лайки, если любите смотреть видео про котиков. Поставили? Дымка, иди проверь. Давайте разберёмся на примере видео «Кот, который ушёл». Помните, наверное, такой, да? За пять лет ролик набрал более 18 миллионов просмотров и более 5000 комментариев. Которых, порой, кстати, проскальзывает здравый смысл. Люди пишут, что кота подняли леской. И это правда. Положение кота настолько неправдоподобно, что многие и так сразу поняли, что здесь что-то не так. Но большинство людей повелось, и видео разлетелось. Возьмём ещё один пример. Кот, который протаранил снег. Более пяти миллионов просмотров. Иногда нужно быть просто внимательным, чтобы распознать ложь. Самые внимательные заметили, что кота кинули. Вот она, рука. Цитаты великих людей. Вот ещё один популярный вид обмана в интернете. Псевдоцитаты. Люди продолжают репостить скверно придуманные подделки, в том числе и с указанием книги-источника. Все эти перечисленные цитаты – ложь, фейк. Это лишь отрывки из непрофессиональной литературы. Зачем же первый человек, который добыл эту фразу, лепил на него имя известного человека? Тут всего два варианта. Либо это ошибка, либо это использование имени человека как бренда. Уникальный контент в таком случае рождается из обмана. Как мы уже выяснили, классика – это бренд. И это срабатывает не только с писателями, но и с композиторами. Легковерные пользователи, которые хотят прикоснуться к прекрасному, ловятся на названии вроде «Вагнер. Реквием по мечте» или «Моцарт. Дождь в заповедном лесу». Казалось бы, насторожить должно уже название, но нет. Страдает от дезинформации не только классическая музыка. Битлс то и дело приписывают «Lemon Tree», а «The Animals Painted Black». Здесь хорошо помогает обычный поиск через Яндекс или Гугл. Чудеса фотошопа. Искусно обработанные фотографии, выдаваемые за чудеса природы – еще один тренд интернета. Одно из самых популярных занятий людей – это раскрашивание животных в разные цвета. Другой вариант – уникальные природные явления, которые случились лишь благодаря фотошопу. Например, двойной смерч в виде сердца. Сюда же примыкают и занимательные факты, которые легко проверить в интернете. Хотя многие предпочитают просто удивляться и репостить. И мы приближаемся к самому удивительному. Всемирная сеть давно стала производителем информации, а не только ее проводником. Путь из непроверенных источников проверенной становится слишком коротким. Не так давно это с успехом продемонстрировала «Медуза», опубликовавшая материал в Твиттере вымышленного спортивного журналиста Саймона Раутри. На фейк указывает его фотография, которая явно взята из тока. На первое место в резюме Раутри ставит свою бисексуальность. Согласитесь, тоже как-то странно. Но это не помешало цитировать фейк таким изданиям, как «Аргументы и факты», «Комсомольская правда» и «Риа новости». Об этом можно говорить вечно. Главное всегда иметь голову на плечах. Перепроверяйте информацию. Не верьте всему, что написано в интернете. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а также не забывайте про социальные сети в описании. Подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка на него будет в описании. Еще в комментариях оставлю. Подписывайтесь. Хорошего настроения. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok